ФСБ задержало в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. На момент записи этого интервью ему уже выбрали меру пресечения, два месяца в СИЗО. По версии ФСБ он собирал информацию о предприятиях военно-промышленного комплекса в интересах американского правительства. Репортеры без границ утверждают, что Гершкович собирал информацию о ЧВК «Вагнер» который вообще стал единственным за последние более чем 30 лет с 1986 года в России не арестовывали американских журналистов по подозрению в шпионаже. Ряд авторитетных международных организаций уже заявили, что Москва собирает обменный фонд для обмена на своих преступников и шпионов. А вы как думаете? Ну, я думаю, что они совершенно правы, поэтому в данном случае совершенно не важно, что это там журналист, баскетболистка. Там, вы помните, какой-то морпех, которого тоже обменяли. Я думаю, самый главный вопрос – это почему Путину так срочно понадобился обменный фонд, потому что, если посмотреть на то, что происходит там, в Европе, вернее, не в Европе, а повсюду начинают накрывать большое количество путинских нелегалов. Насколько я понимаю, эта история началась еще с Петрова и Баширова, когда они съездили полюбоваться на Сузберецкий шпиль, все так неудачно. И когда выяснилось, что их паспорта были выданы там по какому-то списку, в котором находилось сотня номеров, и таким образом впервые вылезли все эти люди. А потом, обратите внимание, что вот сейчас совсем недавно сначала поймали кого-то, который представлялся бразильцем. На самом деле был не бразильцем, а путинским нелегалом. Потом поймали двух каких-то, я забыла парочку, одна из них была чуть ли не из Намибии. В общем, какие-то очень странные персонажи. Опять же, выясняется, что в мире есть гигантская, но не гигантская, а довольно приличная сеть путинских нелегалов, которых сейчас просто стали ловить. Я прошу прощения, Юля, для наших зрителей напомню, что вы, наверное, о том бразильце, который якобы пытался внедриться ни много ни мало в Международный уголовный суд, да? Я об этом бразильце, и потом одну секундочку, я просто сейчас относим, посмотрю, как их звали. Да, вот в Словении их взяли в конце января, они приехали туда по паспортам в Словению и Аргентины, сами якобы родились в Намибии, и звали их Людвиг Гиш и Марье Мейер. И опять же, видимо, вот это они. И еще там была какая-то дама из Италии, о ней много писал Беренкет и Христо Грозев. То есть, судя по всему, вот эта вот сетка у Путина накрывается, и ему действительно срочно нужен обменный фонд. Поэтому рассуждать, что там такое писал бедолага Гершкович про Вагнер, ну, не имеет никакого смысла. Единственное, что можно налейтся, что его обменяют достаточно быстро. Но вот что важно добавить, что все-таки мы тут занимаемся не просто описанием того, что происходит. Описание понятно. Путина прохудились нелегалы, потому что их делали очень глупые легенды. Как я понимаю, что все это было точно так же, как с элсбирецким шпилем. Сейчас, я думаю, их еще больше будет. Самое главное... И даже два вопроса. Во-первых, а нафига эти нелегалы? Вот какую функцию они выполняли, кроме того, чтобы Путин чешил свое сердце, что у него есть какая-то гигантская сетка? Потому что вы помните тех самых американских агентов, которых замели в 2010 году и там на кого-то обменяли? Потому что когда эти американские агенты, когда американцы опубликовали им прослушки, то там буквально были вот такие фразы. Одного из них, который представлялся каким-то латиноамериканцем, на самом деле был российским шпионом, преподавал где-то в американском левом университете о том, как, значит, Венесуэла страдает от Америки, ну и всю прочую подобную левую мать. И вот он что-то там докладывал своему начальству и говорил жене, что у меня нет никаких источников, и я не знаю, что писать. Ну, на самом деле, сидит человек, я не знаю, не то, что пыль подметается, не то, что кубик Рубика собирает, но вот из него, извините, шпион гораздо хуже, чем из нас с вами, потому что просто человек, люди, домохозяйки и домохозяины. И, соответственно, а жена говорит, а ты придумай любое имя и пиши, от чего хочешь. И потом, конечно, в российской прессе было, что это вот... То есть там же такая же показуха, это такая же шпионская сеть, как типа та, которая была в Украине, и должна была Зеленского перевязанного розовой ленточкой отдать Путину на суд. И вернуть Януковича. И вернуть Януковича. Вот примерно... И, собственно, эти люди, они вот и докладывают... О, я вам расскажу еще советских временную историю, как Паша Фельгенгауэр рассказывал, что его в конце Советского Союза пригласили под страшным страхом, под страшной тайной куда-то в большое здание, и сказали, сейчас мы тебе покажем донесения наших агентов американских, секретные. И мы открыли это донесение, и там первое, что было написано, по сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс». Ну вот человек умел читать газеты «Нью-Йорк Таймс», хорошо еще, что не по сведениям газеты «Молиньста». Так вот, второй вещь, который надо отметить. Помните, в свое время Муаммар Каддафи арестовал четырех болгарских медсестер, ему тогда тоже надо было добиться от Запада каких-то извинений, он арестовал четырех болгарских медсестер, обвинил их в том, что они распространяли СПИД, там им специально отравили ливийских детей, потому что в этот момент была в Ливии эпидемия СПИДа в больницах из-за чудовищной антисанитарии. Но во всем, как всегда, оказались виноваты мировые сионисты, исполнявшие их приказы болгарские медсестры, которые, естественно, во всем признались. И тогда Муаммару Каддафи очень было важно, чтобы с ним лично провели переговоры, чтобы президент французский лично договорился, чтобы этих медсестер отпустили. И в конце концов мы можем сказать, что мировые власть, правительство в мире делится на две категории. Те, которые берут заложников и считают, что так вот нужно договариваться с коллегами, и тем, которым в голову это не приходит делать. Вот Путин уже давно и прочно переместился в первую категорию. Поэтому у меня предложение иностранным гражданам, любым, абсолютно любым, особенно американским, не ездить в Россию, если они не хотят обнаружить себя сидящим в османном суде и рассказывающим о американских биолабораториях и боевых гусях. Я думаю, добавить тут пока больше нечего. Будем следить за этой историей. Друзья, обязательно подпишитесь на YouTube-каналы нашего медиа-сообщества и на YouTube-канал Юлии Латыниной для того, чтобы не пропустить развитие этой истории. Конечно же, и об еще одном громком аресте хотелось бы поговорить сегодня, Юлия. В Минске задержали россиянина Алексея Москалева, отца, та самая девочка-школьница, которая нарисовала антивоенный рисунок. После этого для наших зрителей, напомню, на нее, значит, стукануло, кому нужно, директор этой школы. Решили проверить отца-одиночку. Отец воспитывает девочку самостоятельно. И оказалось, что он якобы там пописывал в одноклассниках, значит, какие-то антивоенные комментарии. Вот, что он Питина называл тем, с тем, пятым и десятым. Но, конечно, там главная вот девочка. То есть они реально бросили ребенка в детский дом, ну, фактически в концлагерь. Они судят, на самом деле, отца, конечно, за то, что сделала дочка. А дочку в концлагерь. Да, однозначно. Для тех, кто не видел этот рисунок, там, значит, листок разделен на две части. С одной стороны флажок Украины, с другой стороны флажок России, с одной стороны флажка России летят ракеты, а на стороне Украины, значит, мама с маленькой девочкой, и мама закрывает, как будто ребенка от ракеты. Ну, в общем, такая, на самом деле, парадоксальная история. Но закончилась она действительно тем, что осудили на два года, значит, Алексея Москалева. Он, не дожидаясь приговора, сбежал из-под домашнего ареста, ну, как пишут СМИ, и вот его, значит, задержали в Минске. Ну, вас лично, меня лично в этой истории больше всего трогает вот этот вот как раз твист, как это называется, с доносом от директрисы. Не знаю, а вас? Ну, конечно, есть самая главная часть этой истории, которая заключается в том, что и арест Алексея Москалева, и многие другие, потому что мы видим там пять с половиной, по-моему, лет дали в одном месте зафейки, в Ленинграде тоже дали какому-то инвалиду зафейки. Это просто означает, что власть в России окончательно переходит в руки силовиков, потому что, ну, там, люди типа Кириенко, они, конечно, даже гражданские политтехнологи, которые полностью обслуживают Путина, они, ну как, они хотели бы решать дело какими-то гражданскими методами и тратить на это деньги. А силовики, они не умеют управлять бизнесом, они не умеют управлять страной, они умеют только одно, они умеют сажать. И, соответственно, это может произойти только в одной ситуации, когда на общественное мнение России ему все меньше нравится то, что делает Путин. То есть пока Путин мог как-то обойтись без сплошного террора, а степень террора, ну вот она, если не к сталинскому, то уже действительно, скажем, то, что происходило в 1934-1936 году в Германии, это все уже очень похоже. Ну и, конечно, есть вот это, собственно, самое главное, что власть в России окончательно переходит в руки ФСБшников, не то, что она до этого находилась в руках кого-то другого, но тут есть два важных следствия. Во-первых, как я уже сказала, ФСБшники, они не владеют никаким другим инструментом, кроме террора, то есть этот террор будет усиливаться. А во-вторых, ФСБшники, особенно в современной России, они же занимаются террором не только для того, чтобы просто получить звездочки. Они занимаются, в том числе, террором, в первую очередь, для того, чтобы нажить состояние. И, соответственно, на одного Алексея Москалева будет приходиться, условно говоря, десяток бизнесменов, которые придут и скажут, а ты делись, иначе мы тоже посмотрим, а если не посмотрим, то за тебя напишем. Или вот прослушаем тебя, а там же, как показал разговор Фархада Ахметова и продюсера Иосифа Пригожина, не того Пригожина. Там вот настроение совершенно определенное. То есть, на самом деле, практически каждого представителя бизнеса или деловой элиты можно сажать, потому что по сравнению, то, что сказал Москалев, по сравнению с тем, что договорили Пригожина и Ахметов, это потому что называется просто бледнее. Да, кстати, однозначно вот об этом бы хотел тоже буквально короткую ремарку. Если мы уже вспомнили этот разговор, там ведь состав преступления, о дискредитации армии, под которую под эту статью сейчас грибут, грубо говоря, и заменьшая гораздо, там состав куда серьезней, на самом деле, чем антивоенный рисунок или, значит, два комментария в одноклассниках. Там, понимаете, там проблема, если на это публично отреагировать, то это станет еще более крупным пиар-поводом, чем сейчас. В этом смысле, вот прав Абазгалемов, мы с ним это обсуждали, он очень точно сказал, что если заведут уголовное дело, условно говоря, против Пригожина, то это просто будет следствие дальнейшего усиления силовиков и симптом дальнейшего усиления силовиков, хотя в сложившейся ситуации легко понять, что Пригожина можно раздеть без всякого уголовного дела, тем более, что он уже там вертится, у него 10 версий, во-первых, я этого не говорила, во-вторых, это смонтировали. Единственное, что я бы хотела вот сказать, наверное, по поводу Алексея Москалева, тут еще надо добавить, потому что есть такой неприятный момент, что Марина Овсяникова накануне, после того, как он сбежал, написала, на мой взгляд, какую-то очень странную вещь, что, дескать, все у него хорошо, он в надежных руках, и мне это очень резонуло, потому что Москалев еще не выехал в этот момент из предела досягаемости, как мы видим, путинских силовиков, даже если он в этот момент уже был в Минске, и как-то это выглядело очень странно. Она, видимо, не очень умный человек, если она имела какое-то отношение к этой эвакуации или знала тех людей, которые имеют отношение к этой эвакуации, потому что понятно, что, ну как, ты говоришь, что ты имеешь какое-то отношение, значит, знали, каким образом она выезжала, она об этом тоже рассказывала, значит, дополнительно стали все проверять, то есть это какой-то очень сильный дополнительный риск. Вот сейчас она же потом сказала и адвокат сказал, что все произошло из-за того, что, мол, Мускалев включил телефон, но, честно говоря, я не знаю, откуда они это знают, потому что пока никаких особых известий от Мускалева нету, то есть, ну, в любом случае, то, что она сделала, было то, что, не говори губ, пока не перепрыгнешь, это было, мягко говоря, не очень умно. Да, друзья, для наших зрителей, просто, Юля, позвольте напомню, что Овсянникова это экс-редактор Первого канала федерального, та самая, которая выбежала с антивоенным плакатом в прямой эфир Первого телеканала, и она сама потом выехала, если не ошибаюсь, во Францию, но мне понравился комментарий в контексте этой истории с Мускалевой, что сложно быть оппозиционером, когда у тебя комплектация пропагандистки. Вы думаете, это все-таки от небольшого ума вот она так подсветила эту всю историю эмоционную? Мне кажется, это исключительно от небольшого ума, потому что это как раз тот самый случай, когда очень замечательный, смелый поступок, который она совершила, ну, вот, похоже, оказался немножко больше человека. Я просто к тому, что если кто-то будет заниматься эвакуацией вот из России в таких ситуациях, пожалуйста, не говорите, что вы этим занимаетесь. Вот Владимир Осечкин, который эвакуировал, очень много людей, очень слухи. Я тоже о нем как раз вспомнил, вот только хотел его как раз историю. Да, у него такого не было, чтобы он, то есть, если честно, у него один раз это было, то есть там человек еще не уехал, а он об этом сказал. Я даже специально Владимира об этом расспрашивала, и там был какой-то очень хитрый маневр, который заключался в том, что этого человека уже вычислили. И, в общем, я не помню, не помню деталей, но там был вот этот, он это написал тогда нарочно с какими-то, я даже сегодня у него расспрошу, просто у нас с ним будет эфир, что там было. Но, в общем, в любом случае, господа, если вы занимаетесь делами, которые, по сути, являются секретными, не надо писать о них в Твиттере. И даже если... Остаются секретными. Да, вы абсолютно правы.